Трансферные переговоры – очень деликатный процесс, который требует профессионального подхода от всех сторон. Каждый участник сделки хочет выбить для себя максимально выгодные условия, и когда тот или иной покупатель не может удовлетворить требования, в ситуацию может вмешаться другая команда, которая действует более решительно и быстро заключает сделку. Сегодня мы расскажем вам о самых известных случаях, когда клубы уводили друг у друга игроков прямо из-под носа. Друзья, совсем недавно мы преодолели отметку в миллион подписчиков, и в честь такого грандиозного события в нашем Телеграм-канале мы решили разыграть среди наших подписчиков 50 футболок любого клуба на выбор. Просто переходите по ссылке в описании, подпишитесь на наш Телеграм-канал и нажмите на кнопку «Участвовать». 50 победителей будут объявлены случайным образом 25 марта в 12.00 по московскому времени. Желаем всем удачи! Ссылка в описании. А мы начинаем! Рафинья и Жюль Кунде. Барселона перехватила у Челси. В свое первое трансферное окно во главе «Синих» новые владельцы под предводительством Тодда Белли потратили больше всех в мире, а именно 282 миллиона евро. В число новичков в Челси вполне мог войти Рафинья, который уже два сезона успешно выступал в АПЛ в составе лицах. Тогдашний тренер пенсионеров Томас Тухель настаивал на трансфере бразильца, ведь считал, что его функционал отлично подходит команде. Руководство договорилось о сделке на сумму около 70 миллионов евро с учетом бонусов. Все думали, что дело в шляпе, но сам Рафинья был другого мнения. Вингер не спешил вести переговоры по условиям контракта, так как ждал действий от каталонской Барселоны. Синегранатовые тогда испытывали финансовые трудности, поэтому переезд бразильца на Камп Ноу выглядел маловероятным. Тем не менее, Барса смогла откуда-то достать деньги и заключила сделку, оставив Челси неудел. Нечто подобное Блауграна спровернули с защитником Жюлем Кунде. Многие авторитетные источники твердили, что француз в шаге от перехода в Челси. Если верить спортивному директору Севильи Мончи, испанская команда уже согласовала условия сделки с пенсионерами. Стороны должны были подписать все необходимые бумаги, но в один момент делегация синих попросила время на паузу. С тех пор никаких действий от Челси так и не последовало, и Кунде в конечном итоге перебрался в Барселону за 50 миллионов евро. Ходят слухи, мол, трансфер Жюля заблокировал Томас Тухель. Немец якобы пришел к выводу, что француз не подходит его команде. Но учитывая увольнение тренера в начале сентября, руководство наверняка жалеет о срыве сделки. Тем более Кунде сейчас, как нельзя кстати, пригодился бы Челси как минимум для подмены травматичному Рису Джеймсу. Каил Мудрик. Челси перехватил у Арсенала. Спустя полгода пенсионеры смогли реабилитироваться за неудачу в сделках с Рафиньей и Кунде, оставив в дураках своих принципиальных соперников из Лондона. Арсенал гнался за Мудриком еще с лета, но тогда канонеры не решились на трансфер. Понаблюдав за украинцем в первой половине сезона, руководство наконец осознало, что нужно действовать. Переговоры между Донецким Шахтером и командой Микеле Артеты были очень затяжными, ведь ни одна из сторон не хотела идти на уступки. Сам игрок всячески намекал в своих социальных сетях, что хочет поскорее перебраться на Эмирейтс. Поэтому, когда начали появляться слухи об интересе Челси, фанаты Арсенала не придали этому особого значения. Болельщики канонеров думали, что помимо желания футболиста, у них есть более привлекательный спортивный проект и уверенное лидерство ВПЛ. Тем более Челси в то же время болтался на 10-м месте. В результате эта излишняя самоуверенность пошла Арсеналу во вред. Руководство Синих провернуло настоящий Блицкрик и смогло договориться о трансфере с Шахтером всего за пару часов. Делегация пенсионеров, возглавляемая одним из владельцев в лице Бигдада Экбали, отправилась в Польшу, где заключила сделку за 100 миллионов евро с учетом бонусов и убедила самого игрока перебраться на Стэнфорд-бридж. Правда, полный пакет оговоренной суммы Шахтер получит только в том случае, если Челси в ближайшие 3-4 года выиграет АПЛ или Лигу чемпионов. Давид Сильва. Реал Сосъедат перехватил у Лацу. Еще перед началом сезона 2019-20 капитан Манчестер-Сити дал понять, что покинет команду летом на правах свободного агента. Практически сразу появились слухи, что услугами футболиста активно интересуется римский Лацу. Переговоры шли настолько долго и позитивно, что сомнений в переходе с каждым днем становилось все меньше. Но в самый ответственный момент на сцене появился Реал Сосъедат. Предлагаемые басками личные условия оказались для Сильвы более привлекательными. Помимо всего прочего, Давид предпочел вернуться домой в Испанию, а не переезжать в Рим. Когда руководство Лацу выяснило, что полузащитник у них за спиной договорился о переходе в команду из Ла Лиги, реакция спортивного директора Иглитаре была весьма красновечивой. Я узнал о переходе Давида Сильвы в Реал Сосъедат. Я очень уважаю его как игрока, но не как человека. Ховбек продолжает выступать за Басков по сей день и успел выиграть с клубом Кубок Испании. Правда, контракт лучшего ассистента в истории Манчестер-Сити стекает уже в конце сезона. Бело-голубым стоит задуматься о продлении, ведь испанец играет ключевую роль в клубе. Совсем недавно мы рассказали о командах, за которыми интересно следить, и как клубы, не имея огромных бюджетов, показывают красивую игру. Советуем к просмотру. Диего Фарлан Манчестер Юнайтед перехватил у Миддлсбро В январе 2002 года совсем молодой уругвайц прибыл в Великобританию для перехода в новую команду. Местом назначения для футболиста, аргентинского Индепенденте, должен был стать Миддлсбро, идущий в середине таблицы английской премьер-лиги. Для завершения трансфера оставалось лишь пройти медосмотр и поставить подпись под контрактом. Но в один момент агент Фарлана принес ему телефон и передал трубку. На другом конце провода находился главный тренер Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон. Шотландцу не понадобилось много слов, чтобы убедить Диего развернуться на 180 градусов и отправиться на Олд Траффорд. Нападающий к тому моменту имел в активе 40 голов в 91 матче за Индепенденте. Поэтому красные дьяволы не пожалели выложить за него 11 миллионов евро, которые на тот момент были весьма солидными деньгами. Правда, к сожалению, в Манчестере Фарлан так и не смог раскрыться. Диего не смог выиграть конкуренцию у Руда Ван Нистелроя, после чего отправился покорять чемпионат Испании, где и стал тем футболистом, которого мы прекрасно знаем. Глейсон Бремер. Ювентус перехватил у Интера. Выступая в составе Торино, бразилиц в прошлом сезоне был признан лучшим защитником года в серии А. Неудивительно, что летом за него началась настоящая охота. Были слухи, что за рубежом на игрока будет претендовать лондонский Челси, но интерес пенсионеров со временем окончательно охладел. Тогда стало понятно, что Глейсон перейдет в другую команду из чемпионата Италии. Долгое время главным фаворитом на защитника считался миланский Интер. Руководство клуба несколько недель вело переговоры с Торино по трансферу, но в силу финансовых проблем на Радзуре считали каждую копейку и не могли удовлетворить требования быков. Были надежды на то, что с помощью продажи какого-либо игрока или разгрузки зарплатной ведомости Интер освободит место для Брэмера. Но пока команда Симона Инзаги пыталась решить проблемы, в дело вмешался Ювентус. Старая сеньора действовала быстро и без проблем смогла выкупить игрока у своих соседей за 41 миллион евро. Эти деньги не стали проблемой для Бьян Канери, ведь чуть ранее клуб получил 67 миллионов за продажу Маттейса де Ликта в Баварию. Виллиан. Челси перехватил у Тоттенхэма. Летом 2013 года бразилиц был вынужден покинуть Махачкалинский Анжи, ведь руководство приняло решение прекратить крупные вливания в команду. Следующим клубом вингера должен был стать лондонский Тоттенхэм. Футболист даже прибыл на тренировочную базу Шпор с целью пройти медосмотр и подписать контракт. Но в один момент случилась одна неожиданность. Вариант с Челси пришел в тот день, когда я собирался подписать контракт с Тоттенхэмом. Я был на тренировочной базе, чтобы завершить сделку, когда раздался звонок. Мой агент сказал мне, «Челси только что звонил мне, они хотят тебя». Я сказал, «Хорошо, я хочу туда». В итоге пенсионеры приобрели Виллиана за 35 миллионов 500 тысяч евро и подарили своим болельщикам отличный повод для насмешек над принципиальным соперником. Фанаты Челси очень быстро сочинили про бразильца кричалку под названием «Он ненавидит Тоттенхэм». На Стэнфорд-Бридж Виллиан провел 7 сезонов и впоследствии назвал решение перебраться к пенсионерам лучшим в своей карьере, ведь в этом клубе ему посчастливилось выиграть два титула АПЛ, а также Лигу Европы и пару национальных кубков. Недавно бразилец отличился в ворота Челси, выступая в составе Фуллхэма, но не стал праздновать гол в знак уважения к бывшему клубу. Луис Диас Ливерпуль перехватил у Тоттенхэма Более свежий пример неудачи шпор на трансферном рынке случился год назад. Многие источники уже твердили о скором переходе в команду вингера Порту Луиса Диаса, который должен был стать отличным дополнением для тогда еще нового тренера Антонио Конте. Стороны якобы подписали все необходимые бумаги, но в один момент все перевернулось с ног на голову. В гонку резко ворвался Ливерпуль, и в итоге колумбиец за 47 миллионов евро оказался на Энфилде. Диаса привлекала возможность поработать под руководством Юргена Клоппа и поиграть в Лиге чемпионов, поэтому Тоттенхэм получил от футболиста отказ. В свои первые полгода в команде Луис помог Мерсесайдсам до последнего вести борьбу на всех фронтах и выиграть два национальных кубка. Один из своих четырех голов в прошлом сезоне АПЛ колумбиец забил ворота Шпор, правда домашняя игра на Энфилде все равно закончилась в ничью 1-1. Малком Барселона перехватила у Ромы Летом 2018 года бразилец уже находился в аэропорту Бордо с целью отправиться в Рим на прохождение медосмотра в новой команде. Джалорусси официально объявили о договоренности по трансферу, поэтому факт перехода ни у кого не вызвал сомнения. Когда Малком находился в зале ожиданий и готовился сесть в самолет, ему пришел звонок от руководства Бордо, содержание которого трудно укладывается в голове. Оказывается, в борьбу вступила каталонская Барселона, которая предложила чуть больше Ромы и перехватила футболиста. Если верить близкому к итальянской команде источнику, один из директоров Джалорусси, узнав о сорвавшемся переходе от ярости, разнес свой стол ногой. В последующие дни переговоры превратились в аукцион, и Рома в конечном итоге отказалась от трансфера. Малком оказался в Барселоне за 41 миллион евро. Бразилец не смог заиграть на Камп Ноу и очень скоро покинул синегранатовых. К счастью для каталонцев, они потеряли всего 1 миллион при перепродаже, отдав игрока петербургскому «Зениту». Коди Гакпо. Ливерпуль перехватил у Манчестер Юнайтед. Нидерландец еще лето мог перебраться на Олд Траффорд, но когда команда Эрика Тенхага потратила 95 миллионов евро на Антони, у клуба не было денег на дальнейшие сделки. Красные дьяволы были уверены в том, что трансфер удастся заключить зимой. Более того, у манкунианцев возникла потребность в новом нападающем после ухода Криштиану Роналду. Гакпо хорошо проявил себя на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром сборной Нидерландов с тремя голами. ПСВ Эйнтховен дал понять, что готов отпустить футболиста в январе, и Манчестер Юнайтед хотел этим воспользоваться. Клуб долго вел переговоры и хотел провернуть сделку на максимально выгодных для себя условиях. Вот только подобный подход в конечном итоге все угробил. Ливерпуль неожиданно решил связаться с ПСВ, но в отличие от МЮ мерсисайдсы действовали очень быстро. В результате Гакпо перебрался в команду Юргена Клопа за 42 миллиона евро, а Юнайтед так и остался ни с чем. Вместо нидерландца манкунианцы усилили позицию нападающего 30-летним соотечественником Коди Ваутом Векхорстом, который вряд ли надолго задержится в команде, так как пришел на правах аренды до конца сезона. Криштиану Роналду, Фред и Алексис Санчес. Манчестер Юнайтед перехватил у Манчестер Сити. Летом 2021 года легендарный Кри-Ро решил покинуть Туринский Ювентус и принять новый вызов. К тому моменту футболисту было 36 лет, но несмотря на это он решился на возвращение в английскую премьер-лигу. Правда, это событие изначально не радовало болельщиков Манчестер Юнайтед, ведь португалец вел переговоры с принципиальными соперниками команды в лице Сити. Трансфер Роналду на Этихат был вполне реальным, но все изменилось, когда нападающий получил звонок от своего бывшего тренера, сэра Алекса Фергюсона. Шотландец был честен и сказал Криштиану, что не потерпит, если тот присоединится к горожанам. Учитывая просьбу экс-наставника, а также тот факт, что Хосеб Гвардиола не мог гарантировать ему место в основном составе Сити, Роналду принял решение вернуться на Олд Траффорд. Сделка обошлась красным дьяволом в 17 миллионов евро. Поначалу все складывалось отлично, ведь португалец в дебютном матче по возвращению оформил дубль в ворота Нью-Касла, но затем Эмью столкнулся с кризисом и в итоге полностью провалил сезон. Хоть Криштиану и забил 18 голов в АПЛ, его выступления многие сочли неоднозначными. Летом Роналду вновь решился на смену клубной прописки, но его не отпустили. Чем это закончилось, все прекрасно знают. Нападающий разругался с тренером Эриком Тенхагом, а затем выдал скандальное интервью, из-за чего Юнайтед указал своей легенде на дверь, разорвав с ним контракт. Помимо ситуации с Роналду, красные дьяволы еще дважды смогли огорчить своих соседей из синей части Манчестера. Зимой 2018 года один из лучших футболистов английской премьер-лиги, Алексис Санчес, решил покинуть лондонский Арсенал за полгода до окончания контракта. Так как Челиец был знаком с Хасепом Гвардиолой по работе в Барселоне, Сити считался для него приоритетным вариантом для продолжения карьеры в силу спортивных амбиций. Одной из причин, по которым нападающий решил уйти из Арсенала, была как раз борьба за трофеи, чего на Эмирейтс ему в то время не могли гарантировать. Переход игрока в стан горожан считался очень вероятным, но все изменилось, когда в борьбу включился клуб из Красного Манчестера. Юнайтед предложил Алексису контракт с зарплатой в размере около 500 тысяч евро в неделю. Такие деньги вскружили Санчесу голову, в результате чего Челиец согласился на переход. Эмью не заплатил за игрока ни цента, отправив в обратном направлении Генриха Мхитаряна. Правда, Алексис захотел покинуть красных дьяволов в первый же день, как только оказался на тренировочной базе, о чем сам признался в интервью. Так или иначе, этот переход не принес манкунианцам пользы, хоть Алексис и переходил в статусе одного из лучших игроков чемпионата. Челиец, мягко говоря, не оправдал ожиданий на Олд Траффорд и спустя полтора года покинул команду. Спустя полгода Юнайтед аналогичным образом обошел Сити в борьбе за Фреда. Горожане почти договорились о трансфере с донецким шахтером, но красные дьяволы ворвались в переговоры и перевернули ситуацию, заплатив горнякам 59 миллионов евро и предложив бразильцу более выгодные условия. Полузащитник, как уже известно, выбрал красную сторону Манчестера и продолжает выступать за команду по сей день. Вот только проблема в том, что ни один из перехваченных игроков толком не смог стать звездой в Юнайтед, тогда как Сити отлично справлялся и без них. Что уж говорить, если за последние пять лет подопечные гвардиолы выиграли четыре чемпионских титула АПЛ. Жоржиньо. Челси перехватил у Манчестер-Сити. Бразилец итальянского происхождения очень хорошо зарекомендовал себя в Наполе под руководством Маурицо Сари. После неудачи с трансфером Фреда Манчестер-Сити определил с Жоржиньо приоритетным вариантом для усиления полузащиты, но и тут горожанам пришлось потерпеть неудачу. Когда команда почти договорилась о трансфере с Портенопеей, активизировались слухи о назначении Маурицо Сари на пост главного тренера Челси. Наставник убедил своего подопечного последовать за ним из Неаполя в Лондон, и в итоге обоих официально представили в один день. Если говорить о деньгах, трансфер обошелся синим в 57 миллионов евро. Несмотря на тесные связи с тренером, сам Жоржиньо признался, что также просил совет у своей матери. Та сказала ему выбрать Челси, так как считала эту команду великой. Что касается Сити, главный тренер Хосеп Гвардиола следующим образом прокомментировал очередную неудачу с трансфером полузащитника. «Нет, я не разочарован. Мы пытались купить его, но в итоге игрок всегда должен выбирать предпочтительный для себя вариант». Та же самая ситуация была и с Фредом. Для Жоржиньо было бы ошибкой, если бы он решил перейти к нам, когда сердце звало его к Сари и Челси. Трансфер нового полузащитника Манчестер-Сити смог провернуть всего год спустя, подписав контракт с Родри. Учитывая невероятные выступления испанца, можно прийти к выводу, что проигранные гонки за Жоржинью и Фредо вполне того стоили. Венисиус, Жуниор и Родриго. Реал перехватил у Барселоны. Бразильские звезды королевского клуба в свое время вполне могли оказаться по ту сторону баррикад и подписать контракт со злейшими врагами сливочных. Говоря о Венисиусе, летом 2018 года перед вингером Фламенго стоял выбор между Барселоной и Реалом. Многие источники из окружения футболиста ранее сообщали, что полузащитник в детстве поддерживал синегранатовых, а в 2017 году вовсе плакал, когда команда совершила камбэк в ответном матче четвертьфинала Риги чемпионов с ПСЖ. Тем не менее, в самый ответственный момент Венисиус выбрал вариант с переездом на Сантьяго Барнабеу. Бывший капитан Лаугранас, Жерар Пике, был в курсе сложившейся ситуации. Я лично говорил с ним по телефону. В разговоре парень признался, что у него была договоренность с Барселоной. Реал Мадрид в последнюю секунду предложил в два раза больше. Если он будет отрицать это, то я готов поспорить. Венисиус связался со мной, чтобы узнать, какой бы была его адаптация. Сам же игрок объясняет свой выбор намного иначе. Оба клуба интересовались мной, но я решил перейти в Реал из-за спортивного проекта и того, что они сделали для меня. Думал, что этот выбор сделает меня лучше. Команда была для меня самой желанной. Похожей ситуацией была и у Родриго. Соотечественник Венисиуса признался, что отец однажды сообщил ему об интересе со стороны Барселона. Синегранатовые якобы были готовы удовлетворить финансовые запросы всех сторон, но сам футболист хотел перейти в Реал, поэтому взял паузу, чтобы дождаться предложения от королевского клуба. В итоге желание Родриго исполнилось, и сливочные привели его в Мадрид, заплатив за трансфер тогда еще 18-летнего игрока 45 миллионов евро Сантосу. Ровно ту же сумму Реал заплатил за Венисиуса, и, как показывает время, эти вложения уже начинают давать свои плоды, ведь в прошлом сезоне оба игрока сделали огромный вклад в победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Рональдинью. Барселона перехватила у Манчестер Юнайтед. Бразильский волшебник летом 2003 года стремился покинуть тогда еще не самый сильный пассаже и уйти на повышение. Полузащитник находился на вершине трансферных целей тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона. Красные дьяволы обсуждали с французским клубом последние детали сделки, а бразилец дал согласие на переход. Но, как оказалось, выбор Рональдинью не был окончательным. Совсем скоро он изменил свое решение и отказал Манчестер Юнайтед в пользу Барселоны. Многие до сих пор не могут понять, почему трансфер Ронни на Олд Траффорд сорвался. Вот как все объясняет сам игрок. Я почти перешел в МЮ, но затем кое-что случилось. Ранее я пообещал Сандро Расселю, что перейду в Барсу, если он станет президентом клуба. Я уже уладил почти все детали контракта с Юнайтед, мой переход мог состояться в течение ближайших двух суток, но мне позвонил Рассель и сказал, что он будет участвовать в выборах президента Барселоны. Переговоры прошли очень быстро, и в итоге я отказал Юнайтед. Несмотря на слова Рональдинью, в этом всем есть один нюанс. Победителем президентских выборов 2003 года в стане синегранатовых стал Жоан Лапорто. Поэтому Рассель, возможно, и не был ключевой фигурой, продвинувшей переход. Так или иначе, бразилец провел на Камп Ноу пять лет и выиграл Лигу чемпионов, две Ла Лиги, а также золотой мяч в 2005 году. Переманивание игроков, возможно, не самый добросовестный поступок с точки зрения спортивной этики. Но такие события всегда тешат фанатов команды, которая выиграла гонку за новичка. В каком бы стиле не проворачивался трансфер, футболист должен вписываться в игровой рисунок команды, ведь иначе все усилия не будут иметь никакого смысла. Друзья, какой переход из сегодняшнего видео, по вашему мнению, оказался самым неудачным? Напишите свой вариант в комментариях. Мы обязательно их почитаем. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова